Доброе утро, мистер Крабби! Но нам нужно поторопиться, чтобы не опоздать в школу. Там находится школа. Я провожу тебя до школы, Крэдди! А где все рыбки? Мы прячемся! Рыбки говорят, что в школе появился призрак. Он пугает их и отбирает игрушки. Я видел призрака, миссис Кротер. Я не мог пошевелить плавниками от страха. А он забрал у меня игрушку. Эй, это моя игрушка! Не думаю, что это настоящий призрак. На свете не бывает призраков. Мы с Лютером найдем того, кто пугает рыбок. И вернем игрушки, которые он забрал. Удачи тебе, Фредди! Никогда не знаешь, где могут пригодиться эти ножницы. Эй, Юдер! Это был призрак! Давай поймаем его! Эй, ты! Остановись! Имею в виду, я еще вернусь за этой игрушкой. Фредди! Он чуть не уплыл с моим любимым командором треской. Зачем этому призраку нужно отбирать игрушки? Смотри, это кусочек призрака! Лютер, я думаю, призраки не носят простыни. Кто бы это ни был, он просто носит костюм призрака. Хм... Я придумала! Давай поймаем его в ловушку. Смотри, у нас есть почти все, что нужно. Да? Это список предметов, которые нужны для ловушки. Мы должны найти рулик подводной лодки, пробку, круть-верть-те-нехваталку, веревку и блок, чтобы сделать ловушку. Хорошо, что мы заметили этого морского ежа. Он может нам пригодиться. Это же книга о том, как развязывать узлы. Это может нам пригодиться. Отлично! Мы нашли ключ! Эй! Мы можем использовать пробку, чтобы сделать ловушку. Ух ты! Не опускай воздух из трубы! Фух! Мне кажется, у нас не получится просто так вынуть эту пробку. Какая удача! Мы нашли еще одного фиолетового морского ежа! Это дорога к подводной лодке. Смотри, Лютер! Это фиолетовый морской еж! Привет, капитан Шницель! Что с подводной лодкой? Она больше никуда не уплывет. А так все в порядке. Я могу спокойно петь мои песенки. Разные рыбы живут в морях. Долгие, зеленые! Такие, как я! Эй, нам, на, ня, на и хачача! Эй, нам, на, ня, на и хачача! Мы можем отвязать эту веревку, капитан Шницель? Да, вы можете собрать ее. Если развяжете, конечно. Даже я не смог развязать этот узел, которым она завязана. Прекрасная работа Продолжай так же И скоро мы сможем развязать веревку Ух ты! Да! Теперь у нас есть веревка для ловушки Нам еще нужно 4 вещи, чтобы сделать ловушку Фредди, мы сможем применить масло? Нетоксичное, экологически чистое масло Как тебе это нравится? Я это называю мокрый вид Просто подтолкни сюда это масло Смотри, я капитан Полный вперед! Ой! Ой! Лютер, с тобой все в порядке? Все хорошо Просто сейчас я немного не в себе Лютер, я думаю, ты ударился Да, слишком сильно ударился Этот руль отлично подойдет для ловушки Лютер, нам нужно как-нибудь открутить этот болт Чтобы снять руль Попробуй-ка, Лютер Ух ты! Получилось! Нам нужно еще 3 вещи для ловушки Привет, Эдди! Сивила раздражает меня жизнь под водой Можно закусить здесь только мокрой едой Кастрюля с водой не закипит никогда Все блюда расплываются, но просто беда Сивила раздражает меня жизнь под водой Сивила раздражает меня жизнь под водой Брррррррррррррррррх Привет, Кэсси! Что у тебя случилось? Меня так сильно взволновала статья в журнале, что с моего носа светили очки, а без них я ничего не вижу. Думаю, мои очки упали куда-то вниз. Ох, что же я буду делать без моих очков? Перестань, Кэсси! Все не так уж и плохо. Послушай меня! Мы найдем очки! Не беспокойся! Я найду твои очки, Кэсси! Я не смогу туда проплыть! Может, это сделает тот, кто помоложе? Поменьше? Позеленее? Ой, это ты обо мне? Ну, так и быть! Вот так! Отличные очки! Вот тебе твои очки, Кэсси! Лютер! В знак благодарности я хотел бы подарить тебе мое изобретение! Это усовершенствованная, суперэластичная, многозарядная рогатка, к которой я приладил суперточный прицел, увеличивающий точность стрельбы и дополнительные резиновые ленты. Фредди, ты не могла бы поднять ее? Конечно, Лютер! Эта труба может нам пригодиться! Мне всегда было интересно, что произойдет, если сунуть голову в трубу. Теперь я это знаю. Не самое приятное ощущение. Эта труба крепко сидит на моей шее. Мы постараемся снять ее, Такер. Давай же, Лютер! Давай приложим максимум усилий! Не думаю, что у нас что-нибудь получится. Труба сидит очень крепко. Нам поможет масло. Ой-ой-ой! У него нет головы! Мы что, оторвали ее? Здесь ее нет. Бедный Такер! Надеюсь, он сможет жить без головы. Мы так старались снять с него эту трубу. Конечно, смогу. Просто я спрятал голову в панцирь. Ух! Мы очень рады, что с вами все в порядке. Спасибо вам, рыбки! Смотри! Здесь есть еще один фиолетовый морской еж. Мы можем взять его. Мы очень рады, которым решили, путинок в панцирьце. Это дорога к лужам Это лужа слишком далеко от меня Я даже если... Ой, не думаю, что я смогу прыгнуть так далеко Даже если я очень постараюсь, я туда не допрыгну Ты права, эта лужа слишком далеко от... Ура! Мы уже на другой стороне Привет, мистер Триплав! Эй, рыбки! Я могу что-нибудь сделать для вас? Нет, сейчас нет Мы можем что-нибудь сделать для вас? Нет, мне сейчас ничего не нужно Но спасибо за предложение Эй, смотрите-ка! Кажется, это директор школы! Где? Что? Один ноль в мою пользу Смотри, Лютер! Фиолетовый морской ёж! Ох, как же он смог туда попасть? Ох, я не умею так высоко прыгать! Вот, Лютер! Почему бы тебе не испытать эту рогатку? Отличная идея! Давно мечтал испытать её в деле Получилось! Отличная работа, Лютер! Следи за крабами-захватчиками Не дай им выиграть! Отлично! Ура! Ещё! Ещё! Субтитры создавал DimaTorzok Привет, рыбки! Чем могу помочь? Привет, Рэй! Как дела? Вы, наверное, уже знаете, что я собираю разные призы и кубки И меняю их на такие полезные вещи Как культверти нехваталку Очень хорошая вещь, смею вас заверить Люпер, эта вещь нужна нам для ловушки На что вы сможете обменять вашу культверти нехваталку? Она не так уж дешево стоит Но для вас у меня есть специальное предложение Я обменяю ее вам на какой-нибудь старый кубок Я думаю, мы можем найти старый кубок Сегодня здесь много зрителей КОНЕЦ Привет, Бобку! Мы хотим купить у тебя Боб. Боб? Внесите ясность, я не могу взять в толк. Боб вам нужен или все же Блок? Лютер, наверное, ты хотел сказать Блок, а не Бок. Ой, да, я немного ошибся. Я могу один отличный Блок продать. За него прошу морских ежей всего лишь пять. Вот один морской еж, Боб. Вот второй морской еж, Боб. Это наш третий морской еж, Боб. Вот вам четвертый морской еж, Боб. Это наш последний морской еж. Большое спасибо, Боб. Дела у меня здесь не так уж и плохи. Очень рад видеть всех, кому нравятся Блоки. Еще две вещи, и у нас будет все, чтобы сделать ловушку для призрака. Серж Старджин выиграл четыре золотых медали на соревновании по поднятию тяжестей. Король Краб пожертвовал свои жемчужины на постройку зала славы. Кажется, я где-то видела эту бутылку. Рыбка Фредди чемпион. Это кубок, который я выиграла на конкурсе чтецов. Я хотела забрать его сегодня после школы. Вот не везет! Шкаф закрыт на замок. Интересно, кто подскажет нам комбинацию? Эй, это было заложено в дверку шкафа. Здесь написано, чтобы получить комбинацию, покажите эту карту мистеру Треплаву. Итак, если мы покажем мистеру Треплаву эту карту, он даст нам комбинацию. Лютер, ты гений! Я знаю! Там находится школа. Треплаву эту карту мистерную 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 карту мистер Что это? Так вы хотите отдать мне бизнес-карту? Да, вашу бизнес-карту. Что ж, это она и есть. Вы, мальчики, хотите получить комбинацию к замку, да? Прошу прощения, но я не мальчик. Я девочка. Ой, совсем запутался. Стар я стал. Спасибо за комбинацию, мистер Триплак. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И думаю, теперь мы сможем открыть этот замок. Получилось! Отлично! Я помню, как я гордилась своей победой на конкурсе. Ой, кажется, это дорогой кубок. По-моему, он сделан из золота. Нет, Лютер. Он не так дорог, как кажется. Дороги те воспоминания, которые он вызывает. Рэй, ты не поверишь, но у нас есть старый кубок. Хм, он в отличном состоянии. Да, вы только что заключили сделку века. Ой, Фредди, как жаль, что тебе пришлось отдать твой кубок. Я знаю, как он был дорог для тебя. Все хорошо, Лютер. Я помню тот день, когда я его выиграла. А это самое главное, Лютер. Осталась еще одна вещь, и мы сможем сделать ловушку. Да, великий кальмар, мы знаем, что у тебя никогда не было игрушек, но... Но мы не сможем взять ни одной игрушки, пока рыбки не выйдут из школы. Но рыбки все еще в школе, из-за этой рыбы, Фредди. Да, великий кальмар, больше никаких отговорок. Мы сделаем то, что должны. Да, босс, а что мы должны сделать, а? Мы должны избавиться от этих рыбок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вместо пробки мы поставим эту трубу. Ну, я не знаю, Фредди. Мне кажется, она слишком короткая. Вот это да! У нас получилось! Ну, что я говорил? Скоро мы поймаем призрака! Мы готовы сделать ловушку, Лютер! Кажется, все готово. Лютер, можно использовать твою игрушку, как наживку? Ну, хорошо. Наша ловушка готова. Кто-то плывет сюда. Эй, босс! Смотри! Игрушка! Давай заберем ее! Давай, Лютер! Это же рыбка Фредди! И Лютер! Как вы можете пугать маленьких рыбок и забирать их игрушки? Великий кальмар сказал нам, что у него никогда не было игрушек. Вы должны были знать, что нельзя просто так брать чужие вещи. Ну, вы знаете, по-моему, она права, босс. Хорошо. Вы можете забрать эти игрушки. Маленьким рыбкам игрушки нужны больше, чем великому кальмару. Вот, отдай-то великому кальмару. У него должна быть хотя бы одна игрушка. Давай, Лютер! Нам нужно отнести игрушки малышам. Смотри, что мы нашли! Нашли игрушки маленьких рыбок. Ура! Ура! Мы раскрыли эту тайну, миссис Крокер! На самом деле, это был никакой не призрак. Это были две акулы, которые притворялись призраком. Поздравляю вас! Вы спасли нашу школу! Ура!